Бэтрэббит, Бластер, Мелисса, Нимда. Это название одних из самых опасных компьютерных вирусов. Последний из перечисленных распространялся по электронной почте. Для того, чтобы заразить миллионы компьютеров, ему понадобилось всего 22 минуты. Что примечательно, изначально хакеры создавали вирус не с целью заражения компьютера. Сначала они создавались с целью попытки проявить себя. То есть хакер пытался просто различным родом его распространять и таким образом выделиться. То есть показать то, что он умеет. Первый нелабораторный компьютерный вирус носил название Brain и мог заражать только дискеты. Он появился в январе 1986 года. Антивирусную программу разработали лишь два года спустя. В настоящее время существует большое количество вирусов и каждый из них проявляет себя по-разному. Самый безобидный может изменить настройки музыкального плеера на компьютере так, что все песни будут звучать как грамм-пластинки. Проявление других куда опаснее. Вирус это вредоносный код, он внедряется в программу и, соответственно, он пытается украсть какую-либо информацию. Сейчас это информация самый ценный ресурс и происходит попытка кражи средств каких-то или конфиденциальной секретной информации. Заметить, что компьютер заражен вирусом непросто. Как пример, машина начинает работать куда медленнее или с нее просто пропадают данные. С этим в большинстве случаев хорошо справляются именно антивирусы. Рядовой пользователь, как правило, не имеет, можно сказать, знаний, навыков для того, чтобы справиться с ним самостоятельно. Поэтому основной рекомендацией для защиты своих данных является использование антивирусов. Одни из самых опасных вирусов – это шифровальщики. Узнать их просто. На экране компьютера появляется баннер со словами «Заплати деньги» и тогда появится доступ к компьютеру. Яркий представитель – это вирус Петя. Самая последняя его модификация даже не предусматривала возможности расшифровки информации. Если компьютер оказался заражен вирусом такого типа, то лучше сразу обратиться к профессионалам. Сравнивать виртуальную заразу с бактериологической можно. Вирусом можно заразиться как от больного компьютера, так и случайно подхватить его на просторах интернета. Следует обращать внимание на то, на какие сайты мы заходим, обращать внимание на командную строку, какой адрес там. Гарантию безопасности предоставляет защищенное соединение. Это можно узнать по наличию в адресной строке надписи HTTPS, чтобы S было в конце. То есть это гарантирует, что сайт, к которому мы обращаемся, имеет доверенный сервер. То есть и зашифрованные данные мы ему передаем свои. То есть никто их не может перехватить, увидеть там, какие пароли мы вводим, логины. Татьяна и Дмитрий – студенты кафедры компьютерной безопасности. У них уже не раз проходили лабораторные работы по системе обнаружения вторжения. Сканирование портов и трафика – это только часть мер безопасности. Сейчас проходит атака UDP-пакетами с одного хаста на другой при помощи утилиты UDP Flood. Проще говоря, на сетевой адаптер компьютера отправляют бесконечное количество пакетов данных с текстом «Телекомпания город». Защититься от атаки непросто, но реально. Только вот хакеры тоже не стоят на месте. Например, появился новый вирус под названием процесс доппельгагинг. Антивирусные программы его не замечают. По словам экспертов, причина в том, что вредоносный код не сохраняется на диске устройств, а находится в оперативной памяти. Вирус подменяет окна браузера и ворует пароли. Самый простой совет экспертов – в каждой прогулке по интернету внимательно относиться к тем адресам интернет-страниц, которые посещаете. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. «Телекомпания город».